Лиза, а ты чего не на каникулы? Она волнуется о школе. Ну зачем вы детей-то приезжаете? Ну пусть дети хоть отдыхают, но каникулы. Вы детей, зачем вы сюда приезжаете? Да, спокойная обстановка. Вот у нас как-то получается, что как только городской головы меняется, так вытекают проблемы с этой школой. Можете подождать? Ребенок где-то находится. Ну что это такое? Зачем ребенок сюда приезжаете? Я тоже воплощаю. Ну что, у меня не на чем больше поиграть. Ну пусть так подождут. Дайте место Вячеславу Александровичу, пожалуйста. Зачем я постою? Вячеслав Александрович, приседьте, пожалуйста. Присутствие женщин, которые стоят, вот я не сяду, честно. Ну вот, тогда мы все будем стоять. Ну давайте, давайте. Нет, нет, я сейчас стульчик стою. Садитесь или сами. Не стульчик. Надо снимать аудиторию. С аудиторией надо снимать. Да, да, аудиторию надо снимать. С аудиторией обязательно. Можно? Будьте добры. Константин Викторович, Вот я с уважением к вам отношусь, и как руководителю я чувствую вкладку. Есть такая, как хозяйственника. Но меня волнует и социальная гарантия граждан наша. Вот как только у нас меняется городской голова, так у нас возникают проблемы с этой школой. Хорошо помню, когда был Полежаев, и там Аникеев вместе с Сенкиным пытались ее закрыть. Но тогда работало законодательство в полном объеме, и народ не согласился, и, соответственно, успокоили. Я понимаю вопрос финансовый, но он обсуждается между двумя барановыми. Константином Викторовичем и Николаем Никитаровичем. Насколько я информирован, встреча эта произошла. И возможно, что она давно была произойти гораздо раньше, не допускать до такой ситуации, и выразвереть вот эту самую финансовую составляющую, чтобы она соответствовала всевышнему духову. Это вот первое. Второе. Вот мне непонятно, почему нарушается федеральное законодательство. Ведь в соответствии с федеральным законом, номер 124 ФД от 24 июля 1998 года, принятие решения любым органам, федеральным, региональным или муниципальным, без комиссии, без оценки последствий не допускается. Почему здесь у нас эти вещи происходят? Или, может быть, я не прав, может быть, там ничего не происходит, а школа будет открыта, нормальная с 1 сентября. Вот хотел бы все-таки услышать, почему без оценки последствий принимается решение о закрытии этого учебного заведения. Никакого вопроса отвечать. На первое? Все равно. Их было пять, пока вы засчитали. С первого начала. Давай. Вы начали с фразы, что вас очень заботит. Я вам хочу ответить, что меня это заботит, поверьте, не меньше, чем вас. Значительно не меньше, чем вас. Это первое. Второе. Вы говорите о том, что меняется руководитель, меняется взаимоотношение между... Не взаимоотношение, точнее, меняется... Отношение к нашей школе. Не, не отношение. Отношение поменяться к школе никак не может. Оно должно быть всегда хорошим. Меняется позиция по отношению к этому зданию отдельно стоящему. Зовем это так. Здание техники на сегодняшний день. Третье. Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы там выходились учебные заведения и дошкольные учебные заведения в связи с тем, что на сегодняшний день существует такая потребность. В наличии там начальной школы, исходя из возрастного контингента, который проживает там, и мест в детском саду. В этом сегодня острая необходимость по той территории. Четвертое. Действительно, я встречался с руководителем Калуга. Обл. Потребсоюз. Обл. Потребсоюз. Эта встреча раньше произойти не могла, в силу ряда причин. Каких, я сейчас не готов об этом говорить. Он был в отпуске, вы были в отпуске. Хорошо, пусть будет так. Я знаю. И встреча была не финансовая, а встреча была направлена на то, чтобы мы услышали друг друга о том, что нам необходимо сохранить там социальный объект, городской социальный объект, я подчеркиваю. Не частный объект, на который город не в состоянии затратить средства в силу законодательства, а городской объект. Мы услышали друг друга. Мы подготовили, направили ему уже официальное письмо о том, чтобы акционерами потребсоюза, чьей собственностью это является. Был рассмотрен вопрос. По приобретению городом этого здания мне обещали в течение недели-полутора рассмотреть этот вопрос на совете акционеров и представить свое решение. Я предполагаю, что решение для нас с вами будет положительным. Далее мы будем приобретать это здание, выделять на него средства для того, чтобы привести его в нормальное санитарное состояние и делать там два социальных объекта. Дошкольное учреждение и школу начальную. В том, в чем мы на сегодняшний день нуждаемся. Те, кто на сегодняшний день обучался в прошлый учебный год, это у нас 48 наших детей будут распределены по близлежащим учебным заведениям. Все это уже отработано в нормальные классы с нормальным количеством детей, с нормальным преподавательским составом и будут там проходить обучение. До момента, крайней мере, те, кто возраст дошкольного, вернее, не дошкольного, а начальной школы, пока мы не сделаем там капитальный ремонт, не приведем ее в состояние. А почему вы у родителей не спросите, какую школу ребенок хочет? Вы уже распределили. Подождите, но вы же конкретно, что не сказал Константин Викторович, что конкретно каждого ребенка уже распределили. А вы говорите... Подождите, давайте все-таки правильно действовать. Давайте по порядку. А потом вы спросите, пожалуйста. Я ответил на все вопросы. На пятый вопрос. Почему не была комиссия создана для оценки санитарного состояния? У нас была комиссия по реорганизации и ликвидации по оценке последствий. Протоколы есть 31 число. Вы знаете, у меня такое впечатление складывается, что мы боремся за то, что нам хочется, чтобы было как-то хуже или как-то плохо. Вот у меня такое ощущение. А вы нас пытаетесь убедить в обратную. Да, пытаемся. Мы хотим, чтобы школа была у нас. Мы не меньше вашего заинтересованы, чтобы наши дети учились в нормальных условиях. Поверьте мне. Не меньше вашего. Вот скажите, сейчас мой внук перенес большую операцию. И он должен пойти в девятый класс. Как ему идти? У него реабитация. Давайте отдельно рассмотрим ваш вопрос по состоянию здоровья вашего внука. Это что за безумие какое-то? На такси вот возить. Не надо на такси его возить. Константин Викторович, больной ребенок после операции имеет право на надобное обучение. На индивидуальный трапик обучения. И что это надобное обучение будет? К вам будут приезжать преподаватели. Вы имеете полное право. Мы тоже не можем ездить на школьном автобусе. Мы школу утром посещаем пешком. Потому что до школьного автобуса и до школы у нас расстояние совершенно одинаковое. Мой внук в третьем. Вот я еще раз повторяю. У нас действительно большая категория детей это те, кто подходит под возраст до школы. Начальной школы. Мы для этого и хотим там сделать начальную школу, чтобы дети наши маленькие никуда не ездили. А взрослые дети в состоянии доехать 8-10 минут, но мы рассчитали даже время, 8-10 минут до школы. Я не понимаю. Артамонов значит в 2019 году... Я сейчас не про Артамонову. Я вот отвечаю человеку. Она мне сказала, что у нее ребенок так. Мы сделаем максимально быстро там начальную школу и запустим ее. Я очень рассчитываю, что будет быстро принято решение, но это, к сожалению, не мое решение. Будет быстро принято решение... Дослушайте меня, пожалуйста. Я же стараюсь вас максимально проинформировать. Что будет быстро принято решение о продаже этого здания, мы его быстро приобретем. И сделаем все необходимое. Сделаем там противопожарную безопасность, которая должна там быть и которой нет. Приведем нормальное санитарное состояние. Вы проверили, я вам сказал. Вот мы проходим, трое детей стоят, с техником упадает вот такой кусок штукатурки. Вот если ребенок там стоял, это вот прямо у меня на глазах было. Убило бы его, этого ребенка, понимаете или нет? А если, не дай бог, в этом помещении что-то произойдет с нашими детьми, да я, знаете, готов буду сам отдаться вам на растерзание, потому что я не усмотрел за тем, чтобы там были все созданы условия для детей. Ничего плохого я там не вижу. Вы посмотрите. Вы посмотрите. Ваши предыдели мы все это. Ничего так страшного нет. Это такой кабинет, он вообще закрытый. Для этого есть специалисты, которые определяют возможность обучения там и нахождения детей по санитарному состоянию, по противопожарным мерам безопасности и так далее, и так далее. Там не все помещения сданы в аренду. Там есть сейчас помещения, которые закрыты. Мы платим за всю школу. Ничего подобного. Нет, вы платите за половину школы. За две тысячи с лишним квадратных метров. Да, вся школа составляет тысяча тридцать четыре метра. Вся. Посмотрите по договору. По договору посмотрели. И площадь училища мы посмотрели. Имущный комплекс, вот этот весь, который стоит, он взят, неважно, какой там метраж взят. Из паспорта. Почему? Взят из паспорта здание. Я тоже интересовалась этим вопросом. Так что не надо ни о каких-то двух тысячах говорить. И из этих тысячи пятьсотных метров. Никаких силовых методов. Отношение к власти, от этого, доверие к власти, от этого не прибавится. От чего? От чего от этого? От того, что мы стремимся детям создать нормальные условия, что ли? От этого не прибавится? Нет, мы не против ремонта. Мы, Алексей, давно начинать было решать этот вопрос. Давно. Они к началу учебного года, но, вы понимаете, даже с мая месяца была возможность, что по три месяца они были в отпуске, что ли? Там ничего страшного нету в тех же классах, где занимаются дети. Там страшного. Ничего нету. Эту аудиторию 20-й, это был актовый зал когда-то. И там школа его не арендует и не учится, и никаких мероприятий не проводит. Сейчас все прослушайте. Да, мы все это наизусть знаем. Наизусть. Решайте. Не обсудили с населением ни грамма. Да я в мае месяце был, и с людьми говорили. Да вы с людьми не разговаривали даже. Константин Викторович. Вы на скобках заехали, не повесили объявление. Я сторонник такого. Мы приехали, вот как сегодня. Как сегодня. Ничего не знал, там Черныха подсуетился. Кто должен был знать, это родители наших детей. Они были оповещены. Ну пять человек пришло, родители. Ну те, кто думал, что... Можно было бы одной день обстрелиться. Дальнее родилось у населения. Хочется видеть нормальные взаимоотношения, нормальная обратная связь. Сегодня ее нету. Понимаете? Это кто-то вам сказал, что сегодня ее нету. Я говорю. Полной ответственностью заявляю об этом. Вы возбуждаете? Вы говорите, что комиссия, она только 31-го приняла решение. Хотя если капнуть, она незаконная. Она должна создаваться... В соответствии с законом. Созданной постановкой. Я приду к вам, и вы мне покажете. Вячеслав Александрович, я вас прошу, давайте без общих раз. Без общих раз. Когда будет решение суда, тогда будет не народу. Если вы называете это незаконным, значит вы должны, соответственно, что сделать? Вы должны подать в суд. Будет принято решение суда, тогда вы громогласно. Во весь рост можете сказать, что данное решение было принято незаконным. Соответственно, вот все это. А делать пустые заявления абсолютно, ничему не обязывающие. А пытаться действительно нас очернить лишний раз. Благими намерениями, вы сами делаете такую обстановку. Да. Вы сами создаете такую обстановку. Вот смотрите, сначала создается комиссия. Комиссия принимает решение, оценивает ситуацию. А потом уже по основанию решения комиссии принимается решение о реорганизации. А вы сначала приняли решение реорганизовать, а потом создали комиссию, которая 31 июля только лишь собралась и приняла свое решение. Все вот так вот лоб на голову получилось. Слушайте, а кто вам сказал, что было принято решение реорганизовать до сбора комиссии? Где это написано? Покажите. Так же ведь? Я же не выдумал ничего. Я бы не стал пикет народ проводить, если бы знал, что здесь все вопросы решены. Вы хотите нормального диалога, конструктивного. Вы задали вопрос, я вам отвечу конкретно. В тот момент, когда писала статья, корреспондент приходил, там было написано, рассматривается вопрос о реорганизации школы после принятия решения комиссии. Комиссия состояла с 31 числа. Комиссия легитимна. На основании всех документов, которые существуют. Областных и городских. Теперь процесс пошел дальше. Рассматривала эту комиссию и, скажем так, решение этой комиссии, правовой комитет, юридический комитет, никаких претензий к тому, что это не законно, не было сделано. Должно появиться постановление городского головы. Я еще раз хочу, знаете, на чем акцентироваться. Мы все вроде бы стремимся к одному и тому же. Но почему никого не проинформировали? Мы все стремимся к одному и тому же. Даже Вячеслава Александровича. Константин Викторович, мы все вроде как стремимся к одному и тому же. И, как мне кажется, у нас получается сейчас сделать. Получается. Предусмотреть средства. Вроде бы все согласились. Все кинули головой, слава богу. И мы сейчас будем это реализовывать. Конечно же, на период реализации нужно какое-то время. Ну, можно слово. За 1 сентября еще есть время. Скажите, можно слово? Да, пожалуйста. Вот начальник управления образования отчитывает, сколько детей в школе. Да. Ну, почему она не скажет, что в 2011 году Сеничевым, директором школы, было выкинуто из школы 60 с лишним детей обманным путем? 21 не взял. Первый класс, второй класс и пятый класс. И все молчат, сидят. Почему? В 2011 году. Потому что их не было. Часть детей пошли в другие журналисты. Просто не приняли заявление. Была такая политика, как бы, максимально уменьшить количество участников. Первый класс вообще ни одного заявления не принял. А их было 19. Второй класс учительница увольняется где-то в конце августа. Он тоже родителям, забирайте документы, 50-й школа закрывается. Их было 21. И сейчас он ведет эту политику. И пятый класс, с которой дети перешли в пятый класс, тоже было больше 20 детей. Матери выходили со слезами из школы. И нам он такое говорил два года назад. И сейчас ведет он ту же политику. Забирайте документы, школа закрывается. Забирайте документы, школа закрывается. А сегодня это уже было озвучено, вот, на встрече. Уже все ушли. Все позволяло. Все позволяло. Это политика, политика такая была. А там в период-то была, планировалась реорганизация тоже. Политика была такая. В 2011 году приехал Сылкин в школу. Теперь он был начальником управления образованием. Зашел, значит, в класс прям и начал. Старые три ученица, которые сколько лет отработали в школе, свои, как говорится, годы провели. Сразу школа плохая, аренда большая, успеваемость плохая, школа реорганизация. Хорошо, мы дело не реорганизация никак. Мы с вами добились главного. Чтобы оставить это... Я прошу прощения. Закончу вот, женщине скажу. Я прошу предложения. Значит, мы добились с вами самого главного. Мы оставили это здание для того, чтобы его использовать именно по этому назначению. Если будет необходимость, мы с вами посмотрим, посчитаем. В плане дополнительных каких-то классов, связанных с больницей. Ну, посмотрим, посчитаем. Я чувствую, вот то, что мы сегодня де-факто имеем, это большое количество детей, которым является начальницей школы и детский сад. Но мы с вами не должны закрывать глаза на то, что нам нужны дополнительные места в детских садах. У нас матерям некуда девать детей. Значит, мы должны обеспечить их. Константин Викторович, если будет школа... Вот моя племянница сама работает директором школы в Козельске. Она добилась... Пристройку сделали. И к школе сделали пристройку детского садика. Естественно. Почему бы нам сейчас девятилетку не оставить? А у нас ведь была одиннадцатилетка. И были медалисты. И почему управление образованием, все, плохая успеваемость. Вы все выходите из одного вуза. Дмитрий Шмидович, давайте скажем так. На сегодняшний день добились мы самого главного... Мы еще ничего не добились. Мы добиваемся, чтобы с первого сентября школа работала. И все. Вот в сегодняшнем составе, как она есть. С первого сентября школа работает. Не будет. Вот тут плохо. Мы сейчас будем в стадии приобретения, оценки и приобретения этого имущественного комплекса вместе с землей. Для того, чтобы там создать необходимые условия и начать там обучение детей. Вот это наша основная задача сейчас. Давайте пока мы добимся покупки, продажи, вот этой сделки, давайте пока учить детей в этой школе. Давайте учить. Оформится сделка. Тогда будем дальше рассматривать. Как же Абдамонов говорил, что 5 детей даже в школе, никто школу не может закрыть. Да не закрываем мы школу. Мы меняем статус этого помещения. Меняем статус этого здания. Задумали. Чтобы оно стало городским, и чтобы мы могли там нормально содержать. Земля стала убывать, школьная. Вначале, значит, давайте школу вернуть. Где школьные? Почему вы делаете вид, что никто не знаете? А ведь действительно там земля дорогая, как рублевка московская. Там сейчас сауна, фигурная. Какой земля? Давайте на сайте. Не надо, не надо. Давайте открывать глаза. Просто, Константин Викторович, вот что получается. Сейчас разъедутся дети по разным школам. Пока будет договоренность о купле-продаже, о выплате. А вдруг она не будет? Ну, помолчи ты. Помолчи. Пока будет капитальный ремонт проводиться. Вот все эти дети, которые разъехали по всем школам, они не вернутся сюда. Даже первокрочки не вернутся сюда, ближе к дому. Потому что уже есть такое настроение. Вот я разговаривала с матерью девочки 50-й школьной. Я говорю, ну давай сейчас школа будет работать, переводи ее сюда. Да ну же, теперь чего ее трогать? Теперь она уже старше стала. Когда маленькая была, переживала, возили ее на этих автобусах. А сейчас она уже постарше, чего ее трогать? Сюда они не вернутся, эти дети. И получится, что вам придется набирать с нуля. Понимаете? Я вам предложила. Давайте не будем гадать. Ну, а что гадать? Давайте начнем с того, что у нас 86 детишек подрастает. Ну, давайте. Это достаточно заработок. Не будет. Один, знаете, разного первого класса. У нас два автобуса всего ходит. Мама приведет в садик? Ну, что вы говорите? Вы понимаете, что всю жизнь арендовать в школу никто не будет. А сейчас самое главное, что ее выкупят, а мы будем. Мы должны купить. Не надо купить. Разве вы хотите, что ее выкупили? Господи. Как не поймут только, что можно одновременно сделать. У нас есть с вами некое большинство людей, у которых есть потребность. Вот на сегодняшний день я вам еще раз объясняю. В начальной школе и в местах детских садов. Это значительно большое количество людей, нуждающихся в этом. из школе наших. А потом, что... Давайте не будем жить сегодняшним днем. Мы говорили в апреле о кредитации, а это конец учебного года. Для нас сейчас очень важно. Давайте этот год уже проучим. А потом решится вопрос покупки. Да, слушайте меня. Для нас сейчас очень важно забрать ее в город. В город. Вы прекрасно понимаете. Как депутат, короче, вы меня почему-то не слышите. Сельский клубок. Я вас открыл, рассказал вам историю, которая существует. Я молчу о ней. Так вы не молчите тогда о ней, а вы просто тогда скажите. Да, действительно, нельзя нам там сейчас... Но это можно исправить и поправить. ...в силу определенных, действительно, объективных обстоятельств. Кому поправить? Ситуацию исправить. Ну что, с этим не поставят новое... Да, никто эту ситуацию не поправит, потому что это значительные средства денежные, которые необходимо туда затратить. Да, если бы она была наша, мы бы и затратили эту... Сумму. Эту сумму, да. Мы не хотим это сделать, в конце-то концов. Ну почему же 20 лет аренда платилась, а? Кому в карман эти деньги шли? Для кого было выгодно? Это не ко мне вопрос. Это не ко мне вопрос. Это вы... И почему сейчас с землей-то никто не разбирается, а? Вы придите к Дубачеву и спросите, куда он эти деньги добрость тратил? Ну я спрашиваю. Я не знаю. Так не вот же тратил их, а Дубачев тратил. Школа соревновала. Что с Дубачевом? А землю кто продавал? Дубачев, школьная. Сказал, что школьная земля на месте. А сейчас на этом месте выстроили стрикатый джек. Какой стрикатый? Буквально с мая месяц. Бывшая школа. Секиотов. 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 А там строить ее не стали? Не стали тогда? Обещали, обещали. 20 лет обещали. На том же месте, где сгорел старый школьный. Школы и детские сады нужны. Не, ну почему вы с землей-то вот этот, отходите в сторону? Нам нужны школы. Давайте я вам расскажу. В 93-м году... Сейчас не предмет для этого разговора. Вы хотите, отстаньтесь попозже немножко, сейчас мы когда всех людей... Предмет-то, когда будет такой? Там сидят, тоже ждут люди. Придете, расскажете мне про эту землю. Вот здесь... Да к вам записались 22-го мая, вы даже не приняли. Вот записаны. Давайте я вам на этот вопрос отвечу. У нас людей записывается очень много. И что? У меня есть определенные дни приема. Я не могу с утра до ночи сидеть каждый день и принимать людей. Есть приемы. Вот когда дошла до вас очередь... И так и не дошла. Мы с вами сидим и разговариваем. Так и не дошла очень. Ну как она не дошла? А сейчас, ну что скажем? Это вот Вячеслав Александрович. Ну какая разница, Вячеслав Александрович или Иван Иванович? Скажите, а как будут родители оповещаться о том, в какую школу будут возить их ребенка? С родителем. Как только выйдет постановление, сразу все получат сочинение 3-5 дней. Мы должны уведомления отправить с каждым из родителей. И каждый из родителей вправе решать, куда ребенка отдать. Значит, я вас попрошу, Вячеслав Александрович, соберите родителей, учисто родители, соберите детей. А как? Все с ними проговорите. Может, у кого-то есть какие-то приоритеты? Здесь приоритетно повесут в 38-й школу. Значит, послушайте. На 10 километров. Вы же даже меня сейчас не слышите. Я говорю, кто куда пожелает. Вы сейчас можете. Но только приоритетно. 6-я школа, 50-я, 38-я, любая. Мы вам предлагаем эти школы. Вы можете в любую. В любую? И вы будете возить нам на автобус? В любую мы будем возить вас до 6-й школы, до 50-й, до 38-й, до 4-й. Которую вы будете близ, уезжающие. А если вы берете школу в Москве? На Буледене? Ну, при чем тут Москва? Ну, а что вы? Да нет, ну, Москва здесь ни при чем. Давайте здравый смысл иметь какой-то. Давайте помолчим. Ну, нужно время, чтобы было шпить от ремокировки. Давайте подведу. Может, я сейчас скажу еще раз. Вы купить? Вот мы и требуем. Чтобы и выкупалась, она и работала. Я сейчас повторю то, что говорил. Медпункт будет. Когда? Как договорились. 14. Ага. Когда холода начали. Когда уже окошки стали. По освещению письма получили, что нашли хозяина, наконец, этих электрических сетей. Искали долго. Искали долго. Мне даже два письма. Давайте я подведу иду по теме, с которой мы сделали. По школе. Максимально всю информацию выдал, которую владею и чем занимаюсь сейчас по этому направлению. Уверен, что у нас это получится. В Надежде сейчас жду решения Роспотреботового. Облпотреботового. Центр Союза. Там принимает у них. Центр Союза принимает. Да, акционеры. Московское как у Министерства. Они не акционеры, они Пальши. Все необходимое у нас для этого есть, чтобы максимально быстро провести капитальный ремонт, привести все в нужное состояние санитарное, противопожарное состояние. И для того, чтобы осталось школой. Сейчас столько беженцев у нас. Где учиться будут? Беженцев у нас пока учиться не будут. Да вы нас уже в техникуме. Я очень рад, что вы волнуете за беженцев. Мы за своих детей и за беженцев. Все наши дети будут в первую очередь учиться. И будут устроены в школу. И это даже не обсуждать. Наши дети пойдут 1 сентября в эту школу. Договорились? И школу никто не должен закрыть. Никто. Если родители против, никто ее не закроет. А вы не можете односторонне разорвать договор, если он до 30 декабря действует? Это условия договора? Ну да, да, прописано, да? Да. Хорошо. Хорошо-то хорошо. Я вас благодарю за то, что вы... Я вас благодарю за то, что вы... Мне быть внуком. Он такой операции принесет. Ольга, вы решите, что вы... Вы уже были на прямой еме, я объясняла. Я сейчас персонально еще раз объясню. Вы вообще объясняли. Идите в Баранову и просите, чтобы здание продали. Было такое? Совершенно верно. А что? Я неправильно сказала. Да кто, как мы пойдем в Бараново, кто мы есть? И за сколько будем просить? Я предлагала не к вам. Мы пошли, ходили, все говорили, договорили. Придцед, Лёха, какой бы мы пришли, что мы, кто? Вы такой? Корреспондента всех попросим уже закончить, я вам несколько слух еще добавлю, ладно, чтобы вы окончательно все поняли. Спасибо. Вот вы можете сейчас приблизительно хотя бы озвучить сроки, когда откроется этот детский сад, и это начальная школа. Нет, нет, это никто, да, Господь Бог только знает. Я после того, как будет уже принято решение, тогда можно о чем-то говорить. Ну я же сейчас жду, мне обещал на течение полутора недель уже какое-то решение. Ну это до конца, вот это будет примерно понятно. Я надеюсь, что до конца, вот это будет принято решение и скажут, что чего. Спасибо большое. Ну а если Дубачева заставить что-то там отремонтировать, это же другой вход, составить его просто. Он говорит, что он, я с ним конкретно взгляну. Слушайте, давайте я с заявителями пообщаюсь. Вопрос просто, я хотела пояснить. Вы сейчас в течение года следующего арендовать возможно эту школу? Зачем? Ну пока идет вопрос. Да, пока идет. Это же вот люди это спрашивают. Об этом мы и сговорим. Пусть работает школа год, пусть она пока решится вопрос сделки-продажи. Мы об этом и просим. А следующее лето можно было бы отремонтировать за три месяца. И мы бы к первому сентября, да, к следующему учебному году мы были бы спокойны. Школа отремонтирована и в ней пойдет новый набор. Вот мы чего и хотим. Вот это мы и просим, Константин Митрис, вот мы за этим и сидели. Мы вас просим, пока будет готовиться сделка, решат этот вопрос о продаже, покупке и прочее оформление. Просили камеру. Пусть школа работали. Просили камеру. Пусть она хотя бы последний год по определенности. И спросили камеру. Я там остаюсь у заявителя, всем спасибо. В последние годы. Заявитель. А вам... Вообще, конечно, нехорошо поступаете, нехорошо.